Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей Манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя Перри Стоуна. Приветствую на программе Маннафест. Мы находимся в Израиле, в городе Бейчан. Когда мы впервые сюда приехали, здесь был просто участок земли. Когда дорогу прорыли, то обнаружили пол из мозаики. Потом начались раскопки, и через 30 лет был найден древний город. Мы здесь с группой, приехавшей в наш тур по Израилю. Сегодня я буду говорить о вере и практических вещах. Тема очень актуальна. Противостоя обвинителю на небесном суде. Я прочту два местописания. Одно из них — книга Даниила, 7 глава, 9 и 10 стихи. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхи днями. Одеяние на нем было белым, как снег, и волосы головы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня. Колеса его — пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним». Судьи сели и раскрылись книги. Это было видение о суде на небесах. Однажды человек сбил на машине другого человека насмерть. Он нанял лучшего адвоката, и суд присяжных признал его невиновным. Через несколько лет он был за рулем, в нетрезвом виде, сбил насмерть еще одного человека. На суде его судьей был тот человек, который раньше был его адвокатом. Его признали виновным. Он сказал судье, «Ты меня защищал, и теперь ты меня засудил». На что судья ответил, «Я был твоим адвокатом, теперь я твой судья». На примере этой истории я хотел бы вкратце поделиться с вами о том, как все будет на небесах. Мы знаем, что небеса существуют. Моисей видел видение скиния на небесах. Он строил скинию по образцу, который увидел на небесах. Во второй книге царств мы читаем о том, что Давид строил храм. Он говорит о колеснице с херувимами. О ней говорится в первой главе Иезекииля. Евреи называют ее Меркава, божественная колесница, которую несли четыре херувима. В шестой главе Исаии он видит Господа Высокопревознесенного. Он видит края его рис. Такие ризы со шлейфом носили в то время императоры. Этот шлейф наполнил весь храм. И в книге Иова мы читаем о том, что сатана подошел к Богу, чтобы обвинить Иова. Мы поговорим об этом сегодня. Мы посмотрим книгу Даниила, 7 главу. Посмотрим первую и десятую главы Иезекииля. И посмотрим апокалипсис Иоанна, где он видит престол Божий. Это видение с небес о том, что будет на земле, описано в Откровении с 4 главы до конца. Если я попытаюсь описать вам небеса, то я скажу, что они подзелены на следующие части. Во-первых, в небесах есть тронный зал, есть зал войны и зал суда. Это место, где сам Бог выседает на престоле. В 20 главе Откровения написано, что Божий престол назван Белым престолом. Белый цвет — символ праведности. Поэтому престол суда назван Великим Белым престолом. Иоанн в видении видит белый престол Божий. Но у Иезекииля мы видим, что Бог выседает на престоле и сапфиром. Престол высечен из цельного камня сапфира. Я не собираюсь говорить о том, почему Божий престол меняет свой цвет. Иногда этот престол красный, как пламя. Иногда он выглядит как сапфир, а иногда он белый. Но если мы направим на камень сапфир свет разных оттенков, то мы порой увидим, как он отливает цветом красным, как пламя. Если это хороший прозрачный сапфир, он может отсвечивать разными оттенками. И когда мы говорим о Божьей славе, мы знаем, что Бог выседает во свете, и пол, на котором стоит его престол, — хрустальный. И когда Божья слава касается хрустального пола, он начинает отсвечивать разными цветами, словно радуга. Возможно, это одна из причин, почему Иоанн увидел за престолом Божьим радугу. Все это связано с цветом сапфира, с белым и красным цветом. Но давайте сконцентрируем наше внимание на самом Божьем престоле. В первой главе Откровения Иоанн увидел светильник, увидел ковчег Завета в одиннадцатой главе Откровения, и в восьмой главе он увидел золотой алтарь. Это мебель вокруг Божьего престола. Именно это и увидел Моисей, когда видел видение Божью скинию. Бог показал ему, как выглядит ковчег Завета, и велел сделать на земле ковчег Завета жертвенник и светильник по образцам, увиденным на небесах. Поэтому в послании к евреям сказано, что Моисей построил скинию по образцу, который он увидел на горе Синай в видении небес. Однако в восемнадцатой главе второй книги Паралипоменон Божий престол стоит в окружении небесного войска. Пророк был во рву и увидел небесное видение престола. Он увидел Божье воинство, то есть ангелов Божьих, как по правую сторону, так и по левую сторону от Божьего престола. Бог сказал ангелам, «Я хочу, чтобы Ахав погиб во время битвы. Какие у вас будут варианты, как это сделать?» И тогда ангелы начали представлять свои военные стратегии. Бог спросил их, как заставить Ахава участвовать в войне. Один из ангелов предложил следующий вариант. Мы можем сказать его пророкам, что их ожидает победа. И поскольку Ахав очень гордый человек, он захочет забрать славу себе. Вот такая была стратегия небес. Они внушили лжепророкам, что Ахава ждет грандиозная победа. И когда Ахав и его войско отправились на войну, их ожидало поражение. Это была ловушка. В 10 главе Даниила мы читаем о битве на небесах, битве ангелов и падших ангелов. Архангел Михаил сражался с царем персидским и царем греческим. От этого мы делаем вывод, что иногда небеса превращаются в место, где происходит война. И третье, что представляют собой небеса, это зал суда. В настоящее время небеса выглядят именно так, и Христос является первосвященником. И в Даниила, и в Откровении мы видим, что Бог изображен как судья, сидящий на престоле. Мы увидим, что Иисус — наш адвокат. И мы вскоре поговорим об этом. Он ходатайствует о нас. А в 12 главе Откровения мы видим, что Сатана — обвинитель братьев. Он действует как прокурор. Его задача — выставить вас виновным перед Богом. Также мы видим сидящими на престоле 12 старцев из 12 колен Израиля и 12 апостолов Нового Завета. Я не знаю, находятся ли апостолы там в теле, поскольку еще не было воскресения мертвых, но их дух уже там, поскольку они уже умерли и попали в рай. Я даже написал об этом книгу «О третьем небе и о рае». Возможно, они уже там. Сыны Иакова, старцы, могут уже быть там, но они точно будут там, когда воскреснут умершие во Христе. «И когда будет пришествие Господа?» Потому что Павел сказал, «Вы будете судимы Евангелием, которое я вам проповедую». Поэтому апостолы Христа как бы будут судом присяжных из 12 судей. А для людей Ветхого Завета такими судьями будут 12 сыновей Иакова. Апостолы же Агнцем будут судить умерших во Христе и тех, кто будут участвовать в Вознесении. Библия также говорит, что будут раскрыты книги. Мы знаем, что на любом суде должны быть представлены доказательства. Не знаю, как вам, но мне нравится смотреть онлайн судебные заседания в программе «Закон и порядок». Мне любопытно, как представленные доказательства смогут обвинить или оправдать подсудимого. В книгах, представленных судье, записаны доказательства в пользу или против подсудимого. Вообще в небесах мы видим книги пяти разных видов. Есть книга о жизни Агнцем, в которой должно быть ваше имя, чтобы вам спастись. Я лично называю эту книгу «Регистр небес». Также есть книга о жизни. Евреи называют ее «Книгой судеб». Там записано предназначение каждого человека на земле и какова его цель от Бога. Для того, чтобы жить в соответствии с этой книгой, нужно следовать Божьей воле. Также в Малахии упоминается памятная книга, которая пишется пред Богом. Также есть книга «Слез». Мы читаем о ней в 55-м псалме. Удивительно, но у Бога есть книга, в которой записано, сколько вы пролили слез. Давид пишет об этом в своем псалме. И также есть книги, в которых записаны все дела, которые делает человек, когда живет на этой земле. Вот, например, как об этом говорит сам Иисус. «Если вы дали жаждущему воды во имя Мое, вы не потеряете свои награды. Бог замечает наши добрые дела. Также, если мы накормим голодного, если оденем нагого, или если поддержим миссии и служения, которые благовествуют людям, вы можете сами ездить в миссию, быть волонтерами, или же спонсировать тех, кто это делает. Вы получите награду от Господа за все, что вы делаете для Царства Божьего. Об этом говорил и Иисус в своих притчах, и Павел в своих посланиях. Поэтому, когда мы предстанем перед Божьим судом на небесах, будут открыты книги. Там будет престол суда, который по-гречески называется «бима». Это судилище Христово, перед которым предстанут все верующие во Христа. Христос определит, заслуживает ли то, что мы делали на земле, награды от Господа. И также есть суд Белого Престола. Он касается падших ангелов и тех, кто во время скорби принял начертание зверя, а также тех, кто умер во время скорби и во время тысячелетнего Царства Христа. Они в итоге предстанут перед этим судом. В 12 главе Откровения говорится, что дьявол обвиняет братьев перед Богом днем и ночью. Обвинитель — это тот, кто в суде выступает в качестве прокурора. Сегодня мы говорим о том, каково это предстать перед обвинителем. Мы скоро к вам вернемся. Итак, сегодня я говорю о том, каково это предстать перед обвинителем. Обвинитель — это тот, кто в суде выступает в качестве прокурора. В Новом Завете и Иисус, и Святой Дух названы греческим словом «параклитос», что означает «ходатай», «помощник», «утешитель». Иисус говорит об этом в Евангелии от Иоанна. Он говорит «И пошлю вам другого утешителя». Здесь как раз стоит слово «параклитос». Это слово означает «адвокат» или «защитник». Но в нашем переводе стоит слово «утешитель». Все это греческое слово «параклитос», то есть тот, кто представляет кого-то в суде. Современный термин – адвокат. А теперь послушайте. Дух Святой – мой законный представитель на земле. А Иисус – мой законный представитель на небесах. Поэтому Иисус говорит «Я не оставлю вас одних». Я пошлю вам другого утешителя. И поэтому Библия говорит, что мы имеем ходатай перед Богом. Дух Святой – наш помощник. Все это – параклитос. И когда Иисус говорит «Я не оставлю вас одних», здесь стоит слово «орфанос», что значит, что Он не оставит нас сиротами. Мы не останемся без Отца, хотя Он и на небесах, и на земле. Поэтому к нам приходит Дух Святой. Он представляет Иисуса здесь, на земле. У меня многие спрашивают, в мире миллиарды людей. Как может дьявол обвинять братьев днем и ночью? Дело в том, что о людях пишется книга в небесах. И дьявол так и норовит обвинить тех, кто является частью Божьего собрания святых. Он обвиняет тех, кто в Божьей Церкви, кто является частью Экклесии. Кто-то скажет, «Но разве дьявол не в аду?» Нет, он имеет доступ в небеса днем и ночью, поэтому он не в аду. Задача врага — клеветать на вас перед Богом и обвинять вас в грехах, в любых грехах, и скрытых, и публичных, если вы делаете что-то, что противоречит Слову Божьему. Послушайте, вы всегда имеете перед Богом ходатая, который защищает вас. И также есть прокурор, чья задача — обвинить вас. Это дьявол. Но в мире столько людей, как Иисус успевает всех защищать. Мой друг сказал мне, «Я молюсь Марии и святым, потому что Иисус слишком занят». Я сказал ему, «Знаешь, в этом я с тобой не согласен. В Библии написано, что только Иисус — наш первый священник. Я не знаю, как Он может защищать всех одновременно, но так говорит Слово Божие». Понятно, что во всем этом есть тайна Божия. Но мы знаем, что Иисус — первосвященник нашего исповедания, и в Нем наше прощение грехов. Я хочу дать вам четыре примера того, как мы входим в зал суда. Во-первых, мы делаем это во время покаяния, когда мы просим Христа войти в нашу жизнь и простить нас. При этом наши имена записываются в книгу жизни. Все люди хотят, чтобы их признали невиновными и отрицают свою вину. Небеса — единственное место, где, чтобы получить оправдание, нужно признать себя виновным. Обычно люди говорят, «Нет, я этого не делал. Мы же говорим Богу, я виноват». Бог говорит, «И что ты думаешь о своем грехе? Я взываю крови Иисуса». Бог отвечает, «Ты прощен, суд на небесах не такой, как на земле». Если вы виновны, помните, что Бог уже это знает. Он желает, чтобы вы это признали и осознали силу крови Иисуса. Второй раз, когда мы приступаем к Божьему престолу суда, записан в первом послании Иоанна. Это вторая глава, первый стих. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом». Снова это слово. Параклитос. Я понимаю, что есть люди, которым трудно избавиться от своего греха, оставить свой грех. Им реально нужно Божие вмешательства, Божья помощь. Я верю всем сердцем, что если вы искренне хотите избавиться от греха и искренне, и с верой просите Бога о помощи, Он обязательно поможет вам. Библия говорит, если мы грешим, то мы имеем ходатая перед Отцом. Иногда мы страдаем от зависимости и не можем вырваться. Но мы знаем, что Иисус способен избавить нас, вырвать нас из рабства греха. Я знаю, что есть проповедники, которые проповедуют о том, что если мы приняли спасение, то все равно грешим мы или нет. Но если мы посмотрим послание Иисуса семи церквям в Откровении, Он призывал их к покаянию. Библия говорит, что наша совесть обличает нас, когда мы знаем, что согрешаем. И мы приходим к Отцу и просим у Него прощения. Не один раз, но всякий раз, когда сделали зло. Так же, как мы ожидаем от наших детей, что они перестанут делать зло после того, как попросят прощения за свое непослушание. Мы хотим, чтобы они искренне старались больше такого не делать. И мы ожидаем, что они признают свою вину, если опять ослушались. Надеюсь, я прав, друзья. Итак, это второй пример суда. Третий суд, на котором мы должны противостать врагу. Иисус выступает нашим адвокатом не только как ходатай на небесах и не только в вопросах нашего искупления. Иисус еще сказал, «Если имеете какую нужду, просите Отца во имя Мое». Здесь Он говорит не о грехах, а о любых наших нуждах. Просите и получите. Речь идет о материальных, духовных и о самых разных нуждах. Мы приходим к престолу Божьему и просим. И четвертый раз мы приходим к престолу суда Бима. Об этом говорится во втором послании Тимофею, четвертой главе, первом стихе. «Итак, заклинают себя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царствия Его». Итак, у нас есть обвинитель, и у нас есть адвокат, который вечно ходатайствует о нас перед Богом. И вот как Павел советует нам справляться с обвинениями врага. В Деяниях 7 главе, 58 стихе, Павел сторожил одежды тех, кто побивал Стефана камнями. В 9 главе он взял бумаги, обвиняющие христиан, и отправился в Дамаск. В 26 главе он говорит, «Я многократно мучил их и принуждал хулить Иисусом». Поэтому, когда Павел обратился в веру, многие не поверили в его искренность. Они думали, он хочет хитростью подобраться к людям в церкви. Но во 2 послании к Коринфянам, 7 главе 2 стихе, Павел говорит, «Вместите нас, мы никого не обидели». Как он мог такое сказать? А вот он, секрет Павла. Послание филиппицам, 3 глава, 13 стих. «Забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели и почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Вот вам пример чудесного Божьего прощения. Это было много лет назад. Уильям Брэннон был пророком. Бог многих исцелял через него и творил невероятные чудеса. К нему пришла сестра из церкви и сказала, что ей нужно исповедаться ему лично. Она сказала, что уже исповедала свой грех Богу, но чтобы снять тяжесть с плеч, должны исповедаться священнику. Но он сказал, что ее исповеди перед Богом достаточно. Она была женой проповедника. Тот проповедник спросил Брэннона, показал ли ему Бог, какой именно грех совершила эта женщина. Брэннон ответил, «Когда грех покрыт кровью Христа, его не видит даже пророк». Это одна из самых любимых историй, которые я слышал в своей жизни. Этим я хочу сказать, что мы должны покаяться перед Богом. Потому что если мы верим в кровь Иисуса и в Его прощение, да, я чувствую на этом месте помазание, то наши грехи не будут записаны в книгу о нас. Потому что мы с вами очищены кровью Агнца. Но если мы приходим к Богу без смирения и раскаяния, тогда наши грехи будут записаны в книгу на небесах, и нам нужно будет отвечать за свой грех. Прощайте других и сами просите прощения. Не храните в себе обиды. Это может повлиять на вашу жизнь после смерти. Помните, Иисус победил сатану. Он ваш защитник на небесах. Он жив, чтобы вечно ходатайствовать о вас. Поэтому не бойтесь противостоять обвинителю. Иисус уже оправдал нас на суде. Аллилуйя. Итак, четыре примера того, как мы входим в зал суда. Во-первых, мы делаем это через покаяние. Второй, когда приносим свою исповедь. Третий суд, на котором мы должны противостать врагу. И в четвертый раз, когда мы приходим к престолу суда. Аллилуйя. Последний пророческий сборник Перри Стоуна уже в продаже. Узнайте, какое будущее ждет Америку, исходя из исторических и библейских источников в книге Перри Стоуна «Последний шифр» и «Возвращение Христа». Перри изучил и проанализировал важнейшие откровения и их значения. Он расшифровал 20 шифров и в том числе различные циклы и закономерности, основанные на древних пророчествах Писания. Вот название некоторых глав, расшифровка и понимание божественных загадок, пророческие шифры двух городов, связь с Китаем, цикл вирусов как отзвук древних шифров Римской империи, шифр третьего триместра, родовые боли, шифры Америки и их связь с древностью, шифры Римской империи, гибель совести и обличения в Америке, шифры Помпеи и запретное слово «на-и», шифр казны, американские границы не выдержали, шифр будущего и образа зверя, тринадцатая глава Откровений, снятие шифра с метки зверя, Откровение 13, интерпретация странных космических знаков, шифр денег, подсказка перед распадом империи. Перри также отвечает на вопросы, кто может избежать того, что грядет на земле. Он также раскроет предупредительный шифр от Святого Духа для церкви. Вместе с книгой вы получите два CD-диска «Подготовка и выживание в трудное время». Пришло ли время покидать большие города? Что можно сделать, чтобы подготовиться к грядущим катастрофам и к будущему разрушению? Новый пророческий сборник от Перри, в который входит книга «Последний шифр» и «Возвращение Христа», а также два CD-диска «Подготовка и выживание в трудные времена», теперь доступны при пожертвовании в 35 долларов или больше. Заходите на сайт или звоните по телефону, указанному на экране. Вы также можете отправить нам письмо по адресу, указанному на экране. Номер запроса предложения FS138. С нетерпением ждем ответа от вас. Перри Стоун приглашает вас присоединиться к его Туру по Израилю весной 2021 года, с 14 по 23 апреля. По желанию, можно будет посетить Петру в Иордании. Позвоните по телефону на экране или зайдите на сайт perristown.org за всей информацией. Места ограничены. Звоните сегодня. Мы вернемся к нашей теме через минуту, но у меня есть для вас важная информация. Книга «Последняя шифровка», о которой вы только что слышали, самая популярная книга в истории нашего служения. Мы получаем множество отзывов. Прямо сейчас происходят события, которые очень похожи на события времен Лота. Но многие учителя Библии упустили это из виду. Я благодарен Господу, что Он дал нам эту информацию и помог сложить ее вместе, чтобы показать, куда все идет, почему происходит то, что происходит, и как все это вписывается в Библию. Заказывайте эти материалы, пока они еще есть в наличии. На улице зима, во многих местах еще холодно, поэтому можно погрузиться в слово. Хочу также сказать, что пандемия продолжается, хотя уже появилась вакцина и много других улучшений, но все же многие вещи все еще отменены, по крайней мере, этой зимой. Поэтому мы еще не возобновили наши поездки, кроме каких-то церквей поблизости. И поскольку в нашей программе больше нет рубрики «Объявления», то единственное место, где вы можете узнать наше расписание, это наши странички в соцсетях. Сейчас очень сложно давать какие-то объявления, потому что раньше мы указывали свое расписание за 4-5 недель до выхода программы в эфир. Если у нас появилось какое-то мероприятие на следующей неделе, то вы никогда не узнаете о нем. В некоторых местах все еще придерживаются социальной дистанции и ограничения для общественных собраний. Но мы стараемся максимально использовать все доступные нам средства и ресурсы, чтобы наносить до вас очень важные послания, которые я называю мини-посланиями. Это послания продолжительностью от 5 до 15 минут, которые вы можете найти на нашем YouTube-канале. А я призываю вас не пропускать наши программы по телевизору или у себя на телефоне. Обязательно смотрите их. Это очень важно. Особенно сейчас нам нужно знать, что говорит Слово Божие. Нам нужно знать, что оно предсказывает. А также нам нужно знать, как применять на практике слова, высказанные пророками, Иисусом и даже апостолами, и как реагировать на происходящее событие. «Библия говорит, что в последние дни наступят времена тяжкие». Это слово «тяжкие» используется в Евангелиях, где говорится о бесноватом из местности под названием Годара. Это означает, что он был жестоким. Он был жестоким и наводил страх на жителей той местности. Слово «жестокий» — это то же самое греческое слово, которое использует Павел, когда говорит «времена тяжкие». То есть это будут жестокие времена, злобные и нестабильные. Но Господь не оставил нас одних. Иисусом и Гарри. Иисусом и Гарри. Иисусом и Гарри. Иисусом и Гарри.